Нравится, не нравится. Пригожин умертвляется. Привет. Вчера Владимир Путин дал официальный старт, дал официальное разрешение. Теперь скорбить по поводу неожиданной кончины бывшего руководителя ЧВК Вагнер можно. Оля Скобеева заранее предупредила, что Путин не виноват. Путин не при чем. Однако по лицу Владимира Путина сразу стало понятно. Он счастлив. Настроение повышается. Можно закручивать гайки дальше. И многие там на болотах, особенно российские так называемые либералы, почему-то ожидают изменений в России. Скорее всего, будет наоборот стагнация. Ну и смерть российских оккупантов на украинской земле. А после того, как их выбьют с Украины, соответственно, они просто закроются. Ну что, слово. Триумфатору. Не тому триумфу, который мы обнулили в Крыму ОС-400, а тот, который в бункере. Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего... Прежде всего хочу сказать, что это не я. Я здесь совсем не при чем. Нас-то за что? Почему вы все думаете, что это сделал я? Есть же Буданов, есть же Малюк, есть ВСУ, Залужный. Мало ли, может быть, африканские племена что-то не поделили с Евгением Пригожиным. Ну и случайно нажали на кнопку пуска Тверского ПВО. Обидно, обидно то, что если выяснится на каком-то этапе, что это действительно сделали украинские спецслужбы, в это никто не поверит. Выгораживать Владимира Путина начала профессионалка, лидер российских пропагандисток. Белый дом уже ознакомился при этом с сообщениями о крушении самолета под Тверью. Более того, в США уже все расследовали. Ночью, не дожидаясь результатов даже судмедэкспертизы, представитель Совета национальной безопасности США Уотсон заявил, что на борту был Пригожин. Это как раз тот случай, когда реакция Белого дома была озвучена раньше, чем что-то сказали в Кремле. Путин должен был просто в тишине насладиться. Да, он преподал всем урок. Кто подымет перья или что-то другое против Владимира Путина, будет ликвидирован. Если это была не ракета С-300 противовоздушных сил Российской Федерации, то вполне возможно, это была бомба, которую так заботливо положили в самолет Пригожина. С другой стороны, ведь в жизни все является уроком. Путин преподал урок Пригожину, а Пригожин преподал урок. Всем остальным, если вы хотите взять власть, то останавливаться на полпути не имеет смысла. Если пошел на Москву, то иди до конца. Так часто об этом говорил Евгений Викторович, российский террорист. Рассказывал о том, как он массово укладывает российских граждан в украинскую землю. А сам в самый ответственный момент что сделал? Просто забздел. В Африку уехал, ну и соответственно, вроде как пропал с радаров. Буквально за несколько часов до гибели он сделал свое последнее заявление. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. Чувака Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой. Это заявление стало для него однозначно роковым. Почему? Да потому что видно было, что его процесс выживания как раз базировался на публичном молчании. А он попер. Он в Африке о России думал. В России о России может думать только Путин. Ну а все остальные должны Путина облизывать. Гениальный инсайд выдал Джо Байден. После спортзала он вышел и заявил. Ничего удивительного. За всем в России ставит Путин. Крушение самолета Пригожина для старины Джо было ожидаемо. Вот прямо так и сказал. Я ждал. Кошмар. Сюр абсолютный. Вы видели как решительно Рома с вами поднял руку когда спросили кто против продолжения поддержки Украины. А Десантис так как бы помахал вроде как можно и так трактовать и сяк трактовать. Но самое главное, самый показательный момент в этом вы слышали ликование аудитории. Когда Рома с вами сказал что не будет поддерживать. То есть овации зала. Вот это действительно показатель того что будут проблемы Украины конечно же. И они связаны не столько с возможностью победы Трампа или республиканцев вообще в целом. А именно с предвыборной кампанией в ходе которой хотят того украинцы или не хотят. Но они стали частью вот этой предвыборной темы. И да действительно все издания и демократические и республиканские прямо говорят о том что в следующем году как минимум в следующем году Украине не приходится рассчитывать на такого же уровня финансовую поддержку какую США оказывали в этом году. Мол пусть европейцы вы туда обращаетесь этим займутся и так далее. Но конечно надеяться на то что Америка полностью откажется от финансирования, от поддержки Украины. От того чтобы вкладывать деньги как Линдси Грэм сказал в Киеве совершать столь выгодные для Америки инвестиции не приходится. Ясное дело что они будут и дальше расплачиваться жизнями украинцев. Прямо говорят о том что это же так здорово когда гибнут не американцы а украинцы за наши интересы. Как тут сказал на днях представитель бывший представитель вооруженных сил Великобритании. И эту мысль в общем прямо или косвенно доносят до мира различные западные деятели в том числе американцы и британцы. Но вот заметьте когда тут Ермак возмущается. Да что ж вы а что вы хотели это же война тут нельзя предсказывать так кто ж вас за язык то тянул. Того же Буданова который собирался уже в мае на набережной Ялте пить кофе да то есть это же он обещал это же не кто то его. Вместо с подалеком. Ну и так далее да многие из них говорили да все вот вы цитировали Петреуса который точно так же теперь возмущается а что вы нет такого даже американцы не смогли бы преодолеть. Подождите а это не тот же Петреус который вот буквально за пару дней до начала украинского так называемого контрнаступления будучи в Киеве заметьте да заявил так все решится в течение 72-96 часов это же он же говорил на кого. Все и решилось на кого. 72-96 часов да. Нет то есть вы понимаете и теперь он говорит не ну там же зубья дракона там же окопы как это можно вообще форсировать так быстро а я не могу понять это бывший глава ЦРУ не видел всех этих фотографий в западной прессе когда заявляла об этих 72-96 часов но да при этом ясно что на западе в Америке пугают Украину в первую очередь перспективы и победы Трампа и делают все для того чтобы Трамп не победил но паника либеральных СМИ по поводу резкого роста рейтингов Трампа она действительно показательна. Вот это вот то что он вернулся в Твиттер или как он сейчас теперь называется никто не может сказать вот и с таким триумфом да вот этот выложив сегодня ночью свою макшот эту фотографию тюремную да и сразу набрал опять таки миллионы просмотров комментариев и так далее это тоже показывает свидетельствует о том что он всерьез уходит от своих соперников по большому счету эти дебаты показали что реальных то соперников в республиканской партии у него нету но многие действительно сейчас задаются вопросом зачем нужно столько уголовных преследований Трампа когда мы видим что каждое новое уголовное преследование увеличивает его рейтинги ну действительно это многие обсуждают все это уже признали а все дело в чем на самом-то деле посмотрите на его финансовые показатели вы тут процитировали Байдена который говорит самое время вложиться в фонд Байдена и он потихонечку сейчас начнет накапливать свои предвыборные суперпаки все эти фонды избирательные а что делают с фондами Трампа вот показали сейчас финансовую отчетность самого главного основного этого суперпака сейф америка спасите америку да на начало этого года у Трампа там накопилось более 100 миллионов долларов на начало этого года для его избирательной кампании сейчас на конец на начало третьего квартала это значит начало июля там оставалось чуть больше трех миллионов при этом практически каждый месяц доля легальных вот этих юридических затрат она все увеличивается достигает уже 90 процентов в этом фонде то есть они такими где-то мелкими смехотворными исками вроде там этой сексуальной там домогательств 45 лет недавности да они просто и и вымывают его предвыборные фонды подписывайтесь на канал и не пропускаете новое видео пишите коментарии и делитесь с друзьями мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на патреон або инших зручных платформах реквізити в описи до відео вот αν 啦 о она Продолжение следует...